Друзья, привет из Верховной Рады. Смотрите, сейчас будет интересный блог про соловьиный помет и как он опозорился на итальянском телевидении. Да, понимаете, дачу на озере Кома забрали у урода, но тяга ко всему итальянскому осталась. В общем, видимо, ел там спагетти, пытался запить его итальянским вином где-то там из последних остатков и включиться на итальянское телевидение. Но что-то пошло не так и опозорился по полной программе. Сейчас расскажу обо всем подробнее. Вы подписывайтесь на канал. Здесь мы первыми показали дачу Соловьева на озере Кома, тех, которых у него нет, благодаря тому, что мы тогда это сделали. В общем, друзья, важный канал и ваша подписка здесь очень важна. Поехали. Итак, Соловьев периодически включается на итальянское телевидение и очень этим гордится. Вот он включается, что же такой большой человек. Но тут что-то пошло не так. Ключился он в очередной раз на итальянское телевидение и итальянский ведущий задал ему простой и логичный вопрос. Вот вы говорите, ваша цель Донбасс, Донбасс. А почему вы атакуете Харьковскую область и юг Украины, Херсон, Николаев, Одесса? И что вообще вы хотите сделать? Тут ему говорит, ведущий, какая ваша цель? И Соловьев говорит, дайте до Приднестровья. Посмотрите. В общем, ну просто сдал, знаете, всю контору. Тогда ведущий, молодец, говорит, уточняет. Дождите, вот просто идите на карте Дестово. Вы сюда хотите? И Соловьев, да, хотелось. Посмотрите. В 2014 не было никакой силы. Вы хотите сделать все это из Украины? Да, в Трансистрии. Да, в Трансистрии. Их ты, в Трансистрии. Их ты, в Трансистрии. Это не ошибка, в Трансистрии. Вы хотите с Украины? Вы хотите отрагать в Нарнеру? Но ты думаешь, что Украина никогда не может принимать такую ситуацию? Ты думаешь, что мы, итальянцы, и мы, occidentali, и мы, которые адеримы на НАТО, не сможем принимать такую ситуацию? И, frankly, я думаю, нет. В первую очередь ты можешь, а взять ты сможешь только за щеку. Вот что я хочу тебе сказать. И так же как и вся ваша шобла. Ничего у вас не получилось, вас уже оттесняют на юге Украины и не получится никогда. Но обратите внимание на его кислую рожу. То есть он чувствует, что вывели на чистую воду. И что впереди у него разбор полетов в лунтере. Будут его там... Откуда помет выпадает, будут в это же отверстие очистить. Вообще это не первый раз уже Соловьева там выводят на чистую воду и позорят. Месяц назад он тоже включился и начал говорить, что все итальянцы фашисты. Ну, понятное дело. На что ведущий ему одним вопросом, знаете, поставил его на место. Он говорит, ну окей, а зачем тогда все итальянцы фашисты в Италии у нас тут дом покупали. И вы нашли зафаргали. Посмотрите. Я хочу вспомнить, потому что ваши фашисты итальянцы были на моей земле, русские. И русские не были на вашем земле. Но если итальянцы фашисты, почему вы купили 4 тысячи в Италии? Италия сейчас не фашисты. Италия сейчас не фашисты. И им там скупают Париж, Вена, озеро Кома. Только при каждой возможности туда ехать, отдыхать, жить, детей своих там учить. И сломалась вся эта схема. Потому что теперь Европа говорит, да пошли вы вон, вы же такие плохие. Пропаганду, пропагандистам всем этим тоже закрыли дорогу. Позабирали их имущество, все поарестовывали. Обязательно добьемся, чтобы это было еще конфисковано в пользу Украины. В общем, схема сломалась. И теперь им приходится с такими грустными хлебалами, как у Памета Соловьинова, сидеть вот это вот и смотреть на пейзажи Сызрани. И, значит, вспомнить, плакать в глубине души. И поэтому так вот они дергаются все. И не знают на самом деле, что сказать и что еще сделать, чтобы каким-то образом плюнуть в ту сторону. Ну и, конечно, такое аморальное состояние никак не способствует эффективной, качественной, с огоньком пропаганде. Такое ощущение, что Соловей устал, или как-то уже без озера ему плохо. Начал совсем уже ошибаться, глупости делать. Он недавно договорился до того, что теперь должен извиняться перед Азербайджаном за свое бранье и за свой длинный язык. Послушайте. Кое-что сказать. Уважение суверенитета и территориальной целости других стран – один из главных приоритетов внешней политики России. Я лично с этим приоритетом полностью согласен. Вчера в моем утреннем эфире произошли события, которые были расценены в Баку как неприемлемые. Я приношу Азербайджану извинения от своего имени, поскольку это был результат моей личной политической ошибки. В сложное время ошибки случаются. Друзья, ну, в общем, этот сумасшедший еще… Видите, как он уже извиняется. Ему еще много впереди извинений перед всем миром. А я не удивлюсь, если он еще даст на Путина показания и в ГААГе будет всех их сдавать и сливать. Это такой урод. Точно вот что-то будет молить о пощаде, чтобы его там только не расстреляли. В общем, все еще шоу впереди. А пока оно не наступило, он вот это вот коверкает немецкий, итальянский, кричит, что все вокруг нацистской. Послушайте этого идиота. Это для нас не плевать. А для них они, конечно, они страны, которые до сих пор исповедуют колониализм, расизм и нацизм. Зергут я, я дурочина! Зергут я! Ну, а мы все знаем, что они, что они. И мы им все помним. И их изменения ничего не дадут, а будут они осуждены так, как и полагается по всей строгости. За всю кровь, которая на их руках, а не падлые ответы. Все эти Соловьевы, Скобеевы, Скобеевы, Симоняны и прочие уроды. Друзья, ну а мы работаем. И новая программа от Гончаренко-центра в Одессе. Мы обеспечиваем там жильем тех, кто приезжает к своим раненым, военнослужащим, родным, близким. Или тех, кто проходит реабилитацию в Одессе. Как вы понимаете, им нужна, им важна очень поддержка близких. Мам, жен, детей. Ну а жить многим из них негде. И вот мы занимаемся этим вопросом. Мы помогаем в поселении. Кому надо, обращайтесь. Тоже такая важная программа. Все для наших защитников. Друзья, держим строй. Помогаем ЗСУ. Мы обязательно победим. И командующего, главнокомандующего ЗСУ Валерія Залужнова. С днем народжения. Пане главнокомандующий. Вам сил, наткнение, идей. И главное нам всем победить.